Мы добрались до позднем минойских захоронений, до этого мы смотрели города минойские, но не менее интересна и погребальная культура минойцев. За мной находится такой большой подземный некрополь. Некрополь погребения разного размера, вот это пожалуй один из самых больших. По всей видимости очень знатного и уважаемого человека. Потому что обычные погребения сделаны маленькие, куда можно залезть только на корточках. А здесь по сути дела царская гробница. Настоящий большой склеп с лежанками, где видимо были усопшие, на которых лежали усопшие, может стоять полный рост. И вот еще какая-то маленькая емка, судя по всему подсохранение, которое накрывалось плитой. Здесь есть паз для плитой. Даже вам несколько косточек лежат на дне. Как по-твоему здесь какие-то каменные гробы стояли или что на полочке? Не знаю, наверное так. Для чего вот эти полки? Ну вот это может быть более позднее какое-то подсохранение. Полки конечно были сделаны изначально. Но наверное на них лежали усопшие, скорее всего. Такой дождь. Трещина. Подсветка сделана хорошая. Здесь какие-то более-менее богатые ростки были. Еще одна загребальная камера, но меньшего размера. Совсем маленькая. Вот так. В этом некрополе сохранилась каменная дверь, которую прикладывали к входному проему. Камера такая же маленькая и низкая, как большая часть здесь. Побольше, да? Маленькая. Совсем маленькая. Тут так же, небольшая. Камера отличается только высоким входным проемом. А так, по габаритам, может чуть-чуть, сантиметра на 30 больше, чем стандартная. Да, тут сохранились тоже остатки разбитой двери. И прямоугольная камера. Архитектуры тут никакой нету, но она больше по размеру, может стоять почти полный рост. Сохранился порог. Дромос более короткий, зато ступенек больше. Ну, видимо, это связано с тем, что там погребения копались в склоне этого холма, а здесь уже на его вершине. Поэтому дрома сделали короче и глубже. Здесь тоже я ставлю на упалшую плитку. Но глубина небольшая, около двух метров. Да просто темно-то. Такая же комната прямоугольная, но интересная особенность такой вот низкий лаз непонятного назначения. Или его поздние грабители долбили, или что-то недоделанное. Ну, мы посмотрели, что ориентированы они одинаково. Куда-то вот в западную сторону с небольшим отклонением. Туда запад, туда восток. Но вот этот дромос интересен тем, что он похож на недорубленный. Вот тут и вот тут начали делать камеру погребальную, но, судя по всему, недоделали. Или покойник ожил, или денег мало заплатили. Достаточно большой дромос, даже есть эхо. О! Какая длина метров. Поэтому мы ожидаем увидеть, что здесь будет большая камера с какими-то элементами архитектуры. Потому что такие здоровые дромосы просто так не стали бы рубить. Вот, у него проведено освещение. Оборудование для экскурсии. Но если проведено освещение, значит это что-то особенное. Вот так прибит провод. Большая камера. Посередине на нее сделан, оставлен целик. И также имеются лежанки, к сожалению, присыпанные отвалом, до конца не ощущенные. Вот как-то с лежанками более грубая проработка. Или их разрушили, когда здесь копались. Ну, аж как-то грубовато сделан. Он хоть и больше по размеру, но отделка хуже. Видимо, тоже за отделку не было доплачено. Скорее всего. Вот особенность еще, что здесь какая-то была большая лежанка. Вот видно приступок. И мы его, видимо, до конца не расчистили. А может он такой был низкий. Может быть, тут больше покойников лежало. Пойдем на выход. Совсем не глубокий мыкополь. А вот недоделанный. Совсем маленький. Это, видимо, был совсем бедный. Денег хватило только на Дромос. Интересные какие-то особенности. Тут идет наклонный Дромос. Дверь. И рядом непонятного назначения яма. Да что она могла быть, я не знаю. И вот этот интересный. Сбоку есть. Недоделанный Дромос. И сбоку у вас. Какие-то кладбищенские заморочки. Что это такое? Видите, совсем не глубоко. И, видимо, дешевле. На порядок дешевле. А там, в том углу, все. Пойдем так, без остановки дойдем до того. С этой стороны что-то пытались рубить. И здесь видно, что камера была неглубокого залегания. Поэтому полностью обрушилась. Еще, видимо, достаточно давно. А что вот здесь, тоже было недокопано. Здесь какая-то небольшая камера. Может сюда прах, сожжение. Судя по всему, это более старая раскопка. Более старая раскопка. А вот очень хорошо видно сверху камера. Здесь специально вскрыто для нас. Можно было ее посмотреть, не залезая. Такая вот экспозиция под открытом небо. А вот здесь очень интересно. Такое переплетение. Очень близко к друг другу. Расположено. Вот мы дошли до самого, одного из самых интересного здесь разреза. Видно, как прикладывалась плита каменная. Судя по всему, она так и была. Потому что свод обрушился. Непонятное продолжение в той части. По всей видимости, это какие-то карстовые каналы. И вот специально ниша. Вот здесь сделана небольшая ниша. Не знаю, для чего. Может быть быть, для приношений. Расскажи про находки. Что тут они нашли? Интересно. Различная керамика, оружие. То есть, все, что укладывали. Вот тут даже есть схема. Есть схема, план. Дрома, сайпогребальные камеры. Поперечный разрез. Продольный разрез. Даже видно, как скелеты лежат. Да, это зарисовка костей. А черными, это, наверное, какие-то элементы керамики, приношения. Все, что выкладывалось. Вот еще одна более крупная гробница. Видно ступеньки. Каменная дверь. И внутри костяки. Находки. И вот это квадратное. Непонятно, что это такое. Видимо, какие-то... А, это, наверное, саркофаги. В любом случае, кто-то что-то делаете. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...